Денис, приветствую тебя! Большое спасибо, что согласился поучаствовать в нашем новом проекте. Мы его назвали Versus Battle, двух аналитиков, а я думаю, что это только начало. Очень, опять же, важный нюанс заключается в том, что мы с тобой можем стартовать этот проект, будучи как бы представителями двух школ принятия торговых решений. Это технического анализа и, собственно, фундаментального. У меня был очень хороший и проложительный опыт такого рода мероприятий на канале РБК. В принципе, за основу текущего проекта мы взяли как раз эти самые видео. Очень надеюсь, что, скажем, клиентам компании Амаркетс такой контент придется по душе, потому что, ну, я думаю, он не может не понравиться, потому что мы с тобой будем разбирать конкретную рыночную ситуацию, давать конкретные рекомендации по тому, что происходит на площадке. Поэтому с тебя, собственно, пару торговых идей с точки зрения техники, а с меня аналогичный подход, несколько торговых идей в плане фундамента. В идеале бы, если бы эти идеи были растянуты не на какой-то долгосрок, а с возможностью реализоваться в ближайшее время, ну, максимум несколько недель. Следующий эфир, с твоего позволения, мы можем провести уже через пару дней, четверг, и если нам получится подвести итоги уже текущих торговых рекомендаций, будет прям совсем супер. Супер. Денис, буквально пару-тройку минут, я думаю, что не больше. Знаю, что ты можешь укладываться и в такой промежуток времени все четко, ократко. После я уже снова возьму слово от себя и с точки зрения фундамента также две-три минуты на таковый идей. Что ты видишь интересного в плане техники сейчас? Да, во-первых, приветствую, Артем. Я уже не стал тебя перебивать. Я думаю, на самом деле, такой формат достаточно будет интересен, потому что мы все-таки с тобой, ну, можно сказать, я совсем с разных школ, ты фундаменталист, я чистый технарь. Две школы, которые друг друга отвергают, но, тем не менее, когда совпадает мнение по двум разным направлениям, я считаю, что это будет очень хорошим подспорьем как раз для таких грамотных сделок. Вот, значит, на сегодня я выбрал для себя два таких наиболее интересных торговых инструмента, как я считаю. Вот, сейчас я их покажу. Так. Вот, меня уже должно быть видно. Да, все прекрасно видно. Вот, значит, на данный момент, что мне вот интересно, это две валютные пары, это евро и канадский доллар. Значит, что по евро есть на данный момент? Фундамент я сильно не отслеживал, хотя вроде как, ну, я думаю, ты об этом отдельно скажешь, по поводу безработицы Германии. У только что на телефоне пришло уведомление, что вышли данные, но, смотрю, евро не сильно-то шелокос, потому что, опять-таки, привержение чисто техники. И что вижу на данный момент? Значит, во-первых, цена подходила к очень сильному диапазону сопротивления. Данный диапазон, вот он, сопротивление, у меня в виде зоны выделен 1.11.50, 1.12.35. Почему именно здесь? Во-первых, это совмещенная зона продавцов, раз. Во-вторых, здесь нахождение у нас рейтингово-профильного объема и в сочетании еще и с позапозапрошлым ключевым профильным объемом. То есть, вот этот диапазон сам по себе, он является очень сильным, в данном случае, диапазоном для сопротивления. И, следовательно, с него, как правило, почти всегда есть реакция. Плюс ко всему внизу, здесь уже очень интересный момент, потому что опционные границы у нас неделька и следующая неделя у нас находятся очень близко. Вот у нас премия 1.08.90, но ее, опять-таки, это динамическая величина, ее часто отодвигают, поэтому я больше все-таки стараюсь оперировать данными, которые есть по цене. По цене у меня получился 1.07.85, 1.08.60, то есть очень хорошая зона. Лимит я сюда сразу не ставлю, это, ну, такие достаточно опасные моменты. А здесь я предпочту посмотреть реакцию внутри зоны. Ну, а так в целом, опять-таки, опираясь на то, что здесь у нас ключевое профильное накопление прошлой недели было сделано и достаточно хорошо стартанули вверх. Плюс по вертикальным объемам у нас вот видны опорники, то есть это опорные объемы, которые наиболее сильно будут выступать в качестве поддержки. Поэтому, следовательно, здесь у нас они самые крупные, больше, чем накоплены вверху. И очень часто подобная ситуация наблюдается, когда у нас формируется коррекционное движение вниз. И вот с этого диапазона, может быть, чуть ниже, посмотрим. В общем, пока предварительно с этого диапазона ожидаю действительно дальнейший выход цены вверх. Это то, что по евро. В общем, я за лонги и цель в районе 1.14. Ну, опять-таки, она будет корректироваться, потому что все в динамике может меняться, все в моменте пересматриваю, там что-то где-то, какие-то корректировки и так далее. Ну, пока что предварительно вот так выглядит. То есть евро покупать можно прямо сейчас, да? Ну, вот сейчас как раз я бы и не советовал этого делать, потому что у нас фактически, вот сейчас даже на часовой график перейду, где-то чуть получше будет видно. У нас практически уже проехали наиболее сильные опорники. То есть у нас вот один был сделан и вот второй. Его нижнюю границу, если посмотреть внимательно, то получается, даже сейчас сразу по двум сделаю. То есть по двум опорникам нижние границы у нас вот здесь выходят. Вот, то есть там, где прямо сейчас находится цена. Если проходит эту область, все, выше, чем вот этот диапазон, который я указал на 0.865-0.785, именно отсюда буду брать. Здесь я бы им пока покупать не советовал, но объемы откупные совсем слабые, реакции 0. Вот, если появится кульминация какая-то, тогда ладно. Но, опять-таки, чисто по опыту, основываясь, очень часто распиливают подобные уровни для того, чтобы вынести в слопы как раз такие покупатели, которые в первую очередь будут покупать, и двинут ниже. А вот отсюда уже очень большая вероятность будет. Понятно. Денис, ты сегодня только на евро становишься, да? Нет, я еще канадский доллар хочу показать. Не против? Конечно. Я только за. По канадцу у меня ситуация следующая, значит, на прошлой недельке я по нему просто шикарно прокатился, у меня как раз продажи были, сигналы ребятам давал на 1.0490, сам вошел чуть-чуть выше заранее на 1.45 и благополучно зафиксили ровно на 1.40. Значит, что ожидаю в дальнейшем? Во-первых, почему на 1.40 фиксации здесь, снова-таки, очень сильные опорники, вот у меня видны вертикальные крупные объемы, наиболее мощные на протяжении всего роста, ну, имеется в виду в данном июньском контракте, сейчас мартовский не учитываю, но даже в мартовском контракте здесь очень крупные были у нас сделанные объемы. Плюс ко всему, наличие зоны покупателя небольшой, плюс наличие данной проторговки, маржинальная зонка и также нижние границы рынков, опционные у нас, показали здесь хорошую поддержку, поэтому я покупать, честно говорю, покупать не стал, потому что ситуация такая была, 50 на 50, тем более, что наибольшие объемы были все-таки в верхней области, то есть добили на цену. И поэтому здесь решил фиксануться и набирать заново продажи. Было у меня две зоны, одна начиналась буквально с текущих 1.41.80 вплоть до 1.42.75, но, знаешь, опять-таки, основываясь на характере движения цены за последний месяц, то я тебе так скажу, в марте столько быносных было движений, иногда столько необоснованно, я бы сказал, даже неадекватных движений на рынке происходило. Поэтому я все-таки предпочту, знаешь, немножко перестраховаться, потому что, ну, стрёмная, реально стрёмная ситуация, чтобы продавать в текущих. Поэтому, так как я жду, в принципе, ослабления бакса по всем фронтам, но предварительно все-таки, знаешь, без разводки реально очень редко вообще какое-либо движение происходит, поэтому здесь очень логично было бы выбросить с рынка тех продавцов, кто будет вот здесь продавать, а это таких будет очень много, потому что сопротивление видят все. И, следовательно, по верхней границе канала в сочетании с зоной продавцов четырехчасового тайма и плюс, вот у меня подписано V1, сколько тут цифр? 502. То есть это означает недельный контракт, который у нас экспирация будет на следующую пятницу, потому что в эту пятницу месячный контракт экспирируется. И 502 открытых контрактов, то есть открытого интереса у нас находится вот на недельном типе контрактов. И плюс ко всему у нас месячные границы тоже выдвигаются. Страйки по ним чёрт, где внизу остались, то есть в любом случае экспирировать, уже и так ясно, что будут именно эти колы будут экспирировать вне денег, поэтому в данном случае ещё по красоте сходить повыше к недельным границам и потом благополучно хотя бы попытаться как-то пройти вниз. Потому что Max Payne все находятся, чёрт знает, где внизу, да и, в принципе, по технике, незакрытый гэп, всё это вместе учитывая, я всё-таки за дальнейшее падение вплоть до 1.35. Круто, Денис. Спасибо тебе большое. Давай тогда я вот тебе перехвачу слово и также демонстрацию. Да, конечно. Так, одну секундочку. Так, ты сейчас видишь, Денис? Да, да, вижу. Здорово. Можно одну маленькую просьбу? Убери вот эту сетку, Ctrl-G, а то аж так в глазах, думаю, всех будут рябить. Ну, давай мы поправим это уже в ходе следующих, скажем, наших с тобой совместных эфиров. Сейчас я оставлю пока что всё как есть, потому что на ряд этих уровней я буду поглядывать в плане ориентиров. Денис, я думаю, я не буду комментировать твои торговые идеи, потому что, ну, в этом нет необходимости. Ты прекрасно озвучил, аргументировал свою позицию. Что касается моих торговых идей, то я бы рекомендовал сейчас остановиться на торговле фунтом и нефтью. Почему, в частности, я делаю акцент на распродаже фунта, честно говоря. Если бы ты сейчас не говорил про евро, я бы, наверное, всё-таки взял также за основу европейскую валюту, потому что для меня это как бы талон рискового актива и всё, что происходит в плане каких-то тенденций, касающихся риска, я обычно отыгрываю по евро. Но фунт тоже подходит. Фунт очень неплохо двигается, волатильно в последние дни. Я предлагаю сейчас сделку sell limit с уровня 1.23.40 и очень хорошо, что за последние минуты мы начали подбираться к этой планке. Сейчас уже совсем скоро мы до неё доберёмся. В плане take profit и целевых ориентиров по тому, где можно будет фиксироваться, я бы рекомендовал ориентироваться на уровень 1.21.70, то есть фактически 170 фунтов. Стоп-лосс можно поставить на уровень 1.23.90. Почему я считаю, что фунт будет снижаться? Потому что я вижу очень много, скажем, предпосылок, крайне негативных в плане фундамента для британца. Это и начиная от таких чисто человеческих факторов. Как мы знаем, Джонсон находится на самоизоляции, на карантине, положительные тесты, и, собственно, тоже пока что человек, который попал на статистику от тех, кто заболел. Также буквально в 5 снизили кредитный рейтинг Англии. Это отражает тенденцию того, что негативное воздействие для экономики Англии уже очевидно. На мой взгляд, после последних действий британского регулятора по снижению процентной ставки, уверен, что фунт ещё не до конца отработал влияние монетарных стимулов через собственный курс. Да и в целом, я сторонник сейчас на фоне сохраняющихся рисков. К сожалению, статистика, она всё хуже и хуже. Мы не видим, что вирус удается локализовать. Напротив, с каждым днём наблюдаем лишь географию его распространения. Это будет способствовать повышенному спросу на защитные инструменты. Но в данном случае против МТА я предлагаю сделать акцент на защитные свойства доллара. Я знаю, что многие сейчас начнут критиковать с позиции того, что стимулы Федерезерова – это то, что разгоняет инфляцию в Штатах и, по идее, должно приводить к ослаблению курса доллара. Но я не согласен с этим. Я бы больше ставил сейчас на сам факт именно того, что доллар – самый ликвидный инструмент на текущий момент. И то, что мы наблюдали на прошлой неделе в плане распродажа индекса доллара – это, на мой взгляд, ошибочная реакция, и рынку нужно возвращаться именно к логическим тенденциям, которые должны предполагать распродажи рисков. Поэтому по фунту, повторюсь, sell limit с уровня 1.23.40. Ещё одна идея – это по нефтянке. На данный момент по брендам мы держимся на уровне 27.10. Я предлагаю сделку sell stop с уровня 2.6.40, потому что в плане фундамента здесь всё предельно понятно. Мы работаем с двумя ключевыми рисками – это значительное падение спроса и роста предложений. Сегодня на брифинге, на своём аналитическом, я приводил в качестве доводов аргументы и последние, опять же, обзоры Goldman Sachs и Morgan Stanley по поводу их прогнозов того, насколько сильно может посесть спрос на нефтянку уже в перспективе ближайших 2-3 месяцев. Цифры очень сильно разнятся, но их объединяет то, что впереди катастрофическое снижение спроса больше, чем на 15 миллионов. Goldman Sachs полагает то, что спрос может просесть больше, чем на 25 миллионов. Мы можем конвертнуть этот показатель в общее мировое потребление, оно будет равносильно 25%. И последние новости с полей переговоров, если они и есть таковые, ведутся между Россией и Саудовской Аравией о том, что эти страны не собираются возвращаться к альянсу, содружеству и решениям, которые предполагают дополнительное сокращение нефтедобычи. Телефонный разговор вчера между Трампом и Путиным ни к чему не привел. Россия не планирует отказываться от намерений увеличения нефтепроизводства уже начиная с буквально 1 апреля, то есть фактически уже послезавтра. Поэтому я вижу, что потенциал именно негатива мы еще точно не отработали. Бренд будет оставаться на исходящем ключе и точно закрепится ниже 25 долларов за баррель. Пока что давайте подсматривать на уровень 24.40. Это как раз то значение, где можно поставить тейк профит. Стоп-лосс предлагаем на уровень 26.90 забросить. Денис, я думаю, что мы с тобой локально справились с задачей, дали 4 конкретные торговые идеи по разным активам. Уверен, что участникам нашего трейдерского сообщества и финской аудитории этого будет достаточно. Ключевые инструменты разобраны, что-то они для себя точно найдут. Увидимся мы с тобой уже тогда в четверг. Если тебе есть что добавить, в принципе, даю тебе слово. Ну, могу от себя сказать. Единственное, только у меня нефть не марки бренда, а марки VTI. При вытерговать все-таки американскую. Но смысл абсолютно тот же самый по тикеру CL. Она же VTI, она же USOIL. Там вообще ожидаю в районе 17 баксов за баррель. Поэтому тут я тебя полностью поддерживаю. У меня тоже основная идея, основная тенденция. Все-таки по нефти пока еще нисходящая. Я не вижу пока еще смысла ее покупать. Не было ни кульминации внизу, ничего толком подобного. И что касается твоей торговой идеи по фунту, у меня продажи находятся вчера с уровня 1.2370. Поэтому здесь я твое мнение тоже разделяю. Ну, я опять-таки входил чисто по техническим соображениям, потому что я видел уже, что делали накопление. И первичная реакция у нас была сделана все-таки вниз. Поэтому это всего лишь вопрос времени. Либо это ночью, либо утром уже все-таки добьют. Поэтому очень часто подобная схема происходит. Поэтому да, я сейчас сижу тоже по фунту в продажах. Но единственное, только у меня тейк немножко дальше. У меня он вообще стоит на 1.1980, то есть по самой дальней зоне. Ну, а так в целом, да. Ну, если где-то по пути, скажем, какие-то условия для разворота или хоть маломальские появятся, конечно, фиксану пораньше. Но прибыли на его какие-то прибыли. Денис, спасибо тебе за уделенное время. Спасибо за интересные идеи. Ну, и тогда до встречи. Спасибо за приглашение. Пока. Все, давай, до скорого. Пока-пока.